Мы находимся с Александром на устрове Самуи. Закончился сегодня последний день тренинга у Артёма Мельника. Мне хотелось бы пообщаться с ним и задать несколько вопросов. Какие результаты он чувствует, вдохновило ли его на дальнейшее развитие этот тренинг? И что его привело сначала сюда, побудило. Сначала, что побудило, да? Светлана, спасибо за возможность ответить на твои вопросы. И первый ответ – это действительно о возможности. Побудило меня то, что, во-первых, я искал такую возможность. Я искал такую возможность. Конечно, таких возможностей есть достаточно. И я сравнивал из тех, что я наблюдал. В итоге принял решение и вошел именно в эту программу, потому что она отвечала по всем критериям, которые я искал. Это и возможность путешествовать, и возможность развиваться, и делать это с командой, и делать это с известными людьми. И, конечно, в этой возможности было главное, что все это происходило в тропической стране, в которой я очень люблю. И климат, и природу, и море, тепло, солнце и люди. Ты любаящиеся. Да, в Таиланде еще не были, да? Нет, в Таиланде еще не были. Я тоже первый раз. Но я тоже с тобой с тобой с тобой. Так, вот, ну, как-то вот результаты ты чувствуешь, что тебе уже, вот, окружение, оно уже тебе дало толчок какой-то. И что-то ты пришел к чему-то, вот, на эти 10 дней. Ну, конечно, такого рода занятия не может не дать толчок. Я не раз был на живых тренингах, и знаю значение, и знаю, какой эффект получаешь. Это, ну, такая, может, избитый, может, пример, когда кто-то был в опере, и приходит, и говорит, что вот я был, было классно, а ты не был. А тот, кто не был, говорит, знаешь, я не был, но попросил соседа, он не спел, что-то не очень. Ну, в общем, да, конечно. Поэтому надо быть живой, надо это видеть, и это совсем другое, и эффект, и энергетика, и люди, и обстановка влияют. И, конечно, однозначно это все на позитиве, это все с драйвом. Ну, и если говорить о результатах, то однозначно совсем по-другому смотришь на то, что хочешь сделать, и понимаешь, что ты это сделаешь с помощью и этих рекомендаций, и этих людей. Ну, здорово, здорово. Вот ты уже, ты вот собираешься остаться, да? Я так слышала, что ты даже еще продолжаешь, хочешь продолжить здесь жить, и развиваться уже непосредственно, я здесь с Артемом, да? Да, наверное. Интересно, конечно, такое решение. То есть, ты, значит, уже присал, подал заявление об уходе на работу, я так понимаю, потому что ты все равно, наверное, имел какую-то работу, в том месте где-то проживал. Ну, подал я заявление на работу уже давно, и вот именно после того, как я уволился, я начал искать, и искать по тем критериям, которые я хотел. Действительно, я себе установил так, что я, если я уже ищу, то я буду искать то, что я хочу. По всем понятиям, как я хочу, чтобы не работать на кого-то, чтобы эта работа была связана с путешествиями, и чтобы эта такая работа, такой вид деятельности достал, дать давал возможность строить и будущую финансовую независимость, и финансовый денежный поток. Ну, здорово. Еще у меня, конечно, есть такой, может быть, не совсем относящийся к тематике вопрос. Пожалуйста. Ты интересуешься своим духовным развитием? Что вот тебе интересует? Да, я много читаю. Я много читаю, и у меня даже есть такой пример. Когда-то я, возвращаясь с одного из тренингов с Москвы, значит, мне человек привел книжный магазин, который назывался «Пут к себе». Я даже скажу, что когда я зашел туда, мне не очень понравилась там обстановка, вот эта, я не люблю дым, я люблю свежесть. Вот это там дым, что-то там дымило, и я так с не очень интересом зашел, но потом она говорит, вот там есть книги, наверное, которые тебя заинтересуют. И мы пошли на последний этаж, и действительно, я нашел там книги, которые меня интересовали. Я успокоился, я взял эти книги, а параллельно этот человек мне подсказал, а вот посмотри еще вот это. И я так смотрел на эти книги, думаю, ну надо ли мне это или нет. Но взял только по одной причине, что там была рекомендация тех людей, которые я читал перед этим. И вот, ну, я вообще книголюб, книгачей, и когда я приехал уже в те места, где я жил, и мы ехали вдвоем на машине, значит, по очереди, когда пришла моя очередь отдыхать, я достал свою сумку, открыл эти книги, и мне так хотелось читать, вот сколько я дам, потому что это удовольствие было привезти книги и читать. И я думаю, а, начну я с тех, которые не очень, как бы, ну, как бы, второстепенных, чтобы десерт поставить на бутон. И я взял ту книгу, которую я как бы взял случайно, начал читать, и как оказалось, эта книга была самая главная потом в моей жизни. А какая книга? Помнишь? Можешь сказать? Ну, я прекрасно помню, какая это книга. Это была «Создай свою судьбу сам» с онлайн. Знаешь, такого остроя, да? Может, я ошибаюсь в названии, но, 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 эта книга, потом она была, она истрепана, я ее и, потом перепокупал, чтобы она была свежая, и она с собой в ней сейчас. И вот так вот, случайно, совершенно, я стал любителем, ну, не любителем, может, а, в общем-то, эта книга стала у меня путеводителем. И даже эта серия, это было две книги сначала, потом я ее купил еще, потом я купил и и-буки еще, и так далее. Ну, в общем, вот серию книг с онлайта я как основу у себя имею. Ну, замечательно, замечательно. И еще какие-то сейчас есть авторы, которых ты вот читаешь и ты что-то читаешь? Ну, я много читаю, я много читаю книг по бизнесу, по саморазвитию, ну, того же Зеланда. А, Зеланда, да, там, если так уже вспоминать, ну, с удовольствием, вот, последний раз перечитывал Николая Козлова, известный психолог российский, с удовольствием его читаю. Ну, много читаю, сейчас даже не могу все перечислить. очень сложно запомнить. Ну, по крайней мере, из этих понятно, да, что я читаю? все понятно, да. Ну, очень здорово, что ты понимаешь саморазвитие, духовным тоже, в частности, ты уже не останавливаешься на том этапе, где, когда человек уже, как бы, на 50-х, и уже не интересует его ничто. То есть, у нас, мы остаемся молодыми, да, удивительно, будем вечно молодыми. жизнью, дети в росте, да, уже, ты можешь больше посвятить себе саморазвитию и путешествиям, то есть, это замечательно. Я тоже посвятую на том, так же, поэтому, тебя приветствую и спасибо тебе за такую беседу приятную и желаю тебе дальнейшего просветания в жизни. Света, тебе спасибо большое за возможность высказаться. Да? Я рада, рада. Надеюсь, вот на университет у нас будет такая возможность выменить этот канал, где у меня будут короткие беседы с людьми, которые смогут как-то душевную беседу, я бы сказала, потому что мне хочется ненависти душам не посвятить. Так что, друзья, смотрите канал Светланы Емельяновой. Рекомендую. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за интервью. Александр. Спасибо. До свидания.